Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня хочу вам рассказать, как очень быстро из маленькой орхидейки, из детки орхидейки вырастить здоровое полноценное растение, которое уже через несколько месяцев будет готово к цветению. К тому же, сейчас начинается уже сезон заказа орхидей в интернете, собственно азиатских орхидей, которые продаются во мхе в маленьких стаканчиках. И покажу вам пример. Это маленькая бабочка, которая никак не хотела у меня расти, но мне удалось ее заставить наращивать красивенькие здоровые корешочки без каких-либо стимуляторов и без каких-либо подкормок, просто на чистой мягкой в воде. У нее даже якобы засохший корешочек начал расти. Посмотрите, какая прелесть! И в чем же, собственно, секрет этой орхидейки? Почему же она начала все-таки, захотела все-таки расти? Потому что она у меня долгий период времени просто сидела и не хотела нарастить хотя бы даже один корешочек или листочек. Сейчас, я думаю, прекрасно видно, как она активно наращивает свои корешочки и, собственно, сам листик. Я думаю, не за горами увидим мы ее цветение. Самое интересное, что эта орхидея была приобретена вместе с вот этими подростками, которые также были размера 1,7. Сейчас в это сложно поверить. Они просто уже так подросли, такие мясистые, красивые. И вот, смотрите, это получается малявочка, которая только-только сейчас решила, что ей все-таки нужно наращивать корни и листья. Что же я и такого сделала? От чего она все-таки начала? Наращивайте свою зеленую массу, так скажем. Ответ очень-очень прост. И смотрите, эта орхидейка изначально была вот в этом стаканчике. Самый простой стаканчик, в котором приходят нам орхидейки размеры 1,7. И размер 1,7 это именно размер вот этого стаканчика, в котором была орхидейка. Почему-то она никак не хотела в нем расти. По моему опыту я заметила, что орхидейки, которые я достаю из этого стаканчика, мог очень-очень плотно там набить. И я немного в большую емкость помещаю орхидею. У меня под рукой попался вот такой вот стаканчик. Здесь продавалось детское желе. Я, как всегда, сделала чуть-чуть дренаж. В стаканчике дырочек нету, поэтому дренаж служит для того, чтобы лишняя влага стекала именно в эту зону. И я поставила эту орхидейку вот так вот на эти камушки. Здесь получается, что стаканчик больше, чем тот, в котором росла орхидейка. Ну, предположим, что этот, наверное, где-то 100 миллилитров, а этот 200. Он и по высоте, да, получается больше, чем предыдущий, и по диаметру больше. И получается, что воздухообмен у орхидеи начал циркулировать. Корни начали получать вот этот воздух, да, и немного свободу. И они стали активно расти даже без каких-либо стимуляторов и препаратов. Этот способ у меня работает идеально. Я вам сейчас это покажу еще на примере вот этой красавицы. Я все время ее показываю, потому что ее результат, конечно, меня вдохновляет. Это не единственная у меня такая орхидейка. Она была приобретена в размере 2,5. Я поставила ее вот в этот стеклянный стаканчик. И на тот момент она идеально в него садилась. И внизу даже также было немножечко керамзит, чтобы она не стояла прям корешочками, да, к донышку, да, в воде. Видите, сейчас она уже, получается, за счет корней держится. Там уже нет никакого керамзита. Корней наросло столько, что она, получается, уже даже сама себя выдавливает из этого стаканчика. Хотя когда-то он был, этот стаканчик ей большеват. Вот такой вот шикарнейший результат. И у меня таких примеров очень-очень много. Смысл в чем? В том, что когда орхидейка приходит в этом стаканчике, мох очень плотно набит, и орхидея не получает должного воздухообмена. Когда мы чуть-чуть в большую емкость помещаем орхидею, причем без снятия старого мха, мы вот просто вынимаем, да, мох не трогаем и просто в большую емкость ставим орхидейку. Вот примерно как в этом случае. И получается, что орхидея активно начала наращивать свои корешочки. Посмотрите, какая прелесть. Листочки, корешочки, немножечко дали ей пространство. И она начала активно расти. При таком способе выращивания малышек у меня не пропала ни одна орхидея, а наоборот орхидея преображаются и наращивают красивые, здоровые листочки. И это получается, да, мы просто меняем стаканчик. Меняем чуть-чуть на больший размер, да, получается, что, как я и сказала, здесь примерно 100 миллилитров было, да, в котором росла. Меняем на 200 миллилитров и вот немножечко добавляем какой-нибудь дренаж. У меня здесь вот такие цветные камушки. Результат отличный. Это самый такой простой способ, который, в принципе, да, даже не нужно еще замещать те пространства каким-либо грунтом. Ну вот расскажу вам о втором варианте, который даже более привлекателен для орхидеи. Это, смотрите, эта орхидейка когда-то была также размера 1,7. Причем она была даже больна и об этом нам говорит Максим на шейке у орхидеи. Также не разбирая мох, а чуть-чуть его распушив. Да, эти видео есть все на моем канале. Чуть-чуть я вот распушила, буквально, да, вот так вот чуть-чуть пальчиками распушила мох. Взяла живой мох, обмотала. Также, как вы видите, здесь есть дренаж. Получается, я насыпала, да, вот немножечко дренаж и поставила орхидейку закутав вот так вот в живой мох. Поставила на этот дренаж. Результат просто шикарный. Корешочки вот они новые, везде растут. Корешули везде-везде. Вот они такие вот шикарнейшие. Мох живой тоже растет, уже надо полить и вижу, что уже подсохло. Здесь есть сухой корешочек, но это еще после болезни осталось. Надо будет этот корешочек аккуратненько удалить. А так, вообще, шикарнейшая орхидея очень быстро адаптировалась. И в чем плюс, да, такой посадки? Во-первых, мы не травмируем корни никоим образом, потому что мы не разбираем родной мох, в котором пришла орхидейка. А живой мох, которым мы окутываем, и кто-то спросит, да, живой мох можно ли заменить на сухой эсфагнум? Конечно же, можно заменить сухим эсфагнумом, но живой мох, я из видео в видео повторяю, особенно это полезно будет для новичков, живой мох эсфагнум, он идет как натуральный антисептик, как натуральный антибиотик для корней орхидеи. И при каких-либо заболеваниях корневой системы, этот мох самоизлечивает орхидею. Получается, вы даже не заметите, что где-то там что-то подгнило. Мох поможет орхидеи справиться с этой болезнью, и корешочек просто, да, или немножечко подсохнет, или продолжит расти, как ни в чем не бывало. Поэтому живой мох, конечно же, для этих целей подходит идеально. Я всегда стараюсь добавлять вот нижнюю часть. Много вопросов задают по поводу, где взять живой мох. Я сейчас беру мох в двух точках. У Светланы Целиковой, и есть еще такая фирма, которая производит живой мох, называется сфагнум эко. И вот у Светланы Целиковой в зимний период мох живой не продается, так как в лесах, где его набирают, лежит снег. Но вот именно сфагнум эко продает живой мох круглогодично. Цена там, конечно, повыше, но если срочно надо в зимний период живой мох, тем более я его использую, знаете, вот по чуть-чуть, то тоже можно приобрести и использовать для посадки орхидеи. Но, повторюсь, да, кто спросит, можно ли брать не живой, а сухой, конечно же, без проблем, берите и делайте точно так же. Воздушным, да, таким комом еще обмотали дополнительно и поставили. Кстати, вот покажу вам также идеальный пример. Все эти посадки я сажала, да, на своем канале. Здесь вот именно немножечко другая история. Здесь шикарный, получается, у меня подросток, также был размер 1,7. Шикарная была корневая система, но она и есть, просто ее не видно на внутри. Тот же самый принцип. Я насыпала дренажный слой, смотрите, уложила живой мох, вот он, он прорастает, вот в живой макушке. И я здесь вставляла пластинки. Пластинки, которые потом при заливании водой, они разбухли. Здесь вообще, получается, посадка была еще более щадящая. Здесь никакой травмы для корней просто не может быть. Я поставила орхидеи, куда получается, вот в таком вот коме из мха, в котором она пришла, чуть-чуть распушила, обложила этими пластиночками и полила. Все, мох разбух, орхидейка там четко встала и прекрасно себя чувствует и растет. О чем нам говорят? Вот корешочки. Вот они, корешули, корешули. Вот они везде хорошенькие корешульки. Вот они, нигде ничего не пропадает. Все замечательно. Вот они все корешки. Этот способ мне очень нравится, потому что орхидеи чувствуют себя прекрасно. Особенно те орхидеи, которые приходят именно азиатские, именно во мхе. Они всю жизнь жили во мхе. Им эта среда обитания, конечно же, более подходит. Но не у всех получается дружить с мхом. И сегодня видео именно для тех, кто не может подружиться с этими орхидеиками, именно во мхе, которые приходят во мхе. Кто-то старается их содержать, вот именно, да, не трогая, вот, да, в стаканчиках в этих. И видит, что результата особо никакого нету, да, орхидейки стоят на месте. Кто-то пытается их пересадить, пытается пересадить их в кору, вот в таком вот маленьком состоянии, да. И тоже это бывает неуспешные, да, пересадки. Особенно если у орхидеи мало корней. Из мха в кору получается, да, не очень хорошо, корни начинают сохнуть, орхидейки, малышки пропадают. Но этот способ, он подойдет вам идеальнейший. Чуть-чуть больше объем горшочка, и все у вас получится. Если есть живой мох, да, и много корней орхидеи, можно посадить вот таким вот способом. Орхидейка также очень быстро начнет наращивать свои корни, преобразится, да, и вырастет очень быстро из малютки вот в такую вот гигантскую орхидею. Сорт, конечно, тоже имеет значение, но это не первый мой опыт, поэтому я говорю с большой уверенностью, что это работает на 100%. Вот этот вот воздух, который мы пускаем к корням орхидеи, да, за счет того, что выбирается чуть-чуть более большой горшочек, да, большего диаметра, сразу идет отличный рост. Кстати, да, вот горшочки здесь без дырочек, и мне тоже это очень-очень нравится. Кстати, хочу вам еще показать малышку из фласки. Вот такая вот красотка. Здесь тоже, я думаю, что пора будет уже пересаживать. Вот они везде корешули-корешули. Мог забить там тоже достаточно плотно. Вот, поэтому тоже думаю, что нужно будет им ожидать воздуха и пересадить в более большой горшочек. Кстати, вот эта малышка из фласки будет продаваться. Поэтому, если кто-то хочет, может себе приобрести такую красотку. Это Lucky Cat из фласки. Я думаю, что после этого видео у вас больше не возникнет проблем с выращиванием орхидеек размера 1,7. Я вообще обожаю этих орхидеек, этих малышек. Они в моих условиях отлично растут. И я хочу, чтобы у всех получалось выращивать из маленьких орхидей здоровых полноценных растений. Чтобы они вас радовали своим нереально красивым цветением. Потому что очень часто именно в размере 1,7 продаются великолепнейшие сорта, которых нет в больших размерах. Но, когда получают вот такую вот малышку, у многих возникают проблемы с выращиванием этой красоты. Поэтому сегодня, я думаю, что я ответила на все ваши вопросы. Вы найдете где-то для себя ответы и решения своих проблем. И ваши орхидеи начнут более активно расти. И, конечно же, ни в коем случае не будут пропадать. Кто-то, возможно, скажет, что вы показывали, как вы именно снимали полностью мох и сажали растения. Такие видео также есть на моем канале. Но я очень легко нахожу с орхидейками общий язык. И я знаю, в какой момент что-либо сделать или чем помочь орхидейке в той или иной ситуации. Мои орхидеи растут даже в кокедамах. Вот, например, прекрасная леодорка растет. И видно, что ей очень нравится расти вот в таком вот кокосе, где вообще не видно корешочков. Ну вот, показался такой красивенький кончик. Я думаю, что, конечно же, теперь даже будет проще ухаживать за ней, смотря на этот красивый кончик. Ну и здесь, конечно, полно корней. Поэтому я вижу, что орхидейке нравится расти в такой посадке. Ну, конечно, такая посадка подойдет для более опытных орхоманов. Для тех, кто сможет под листовой пластине, под цвету листа, понять, что нужно орхидейке полить или, наоборот, просушить. А для новичков идеально подойдет тот способ, да, о котором я рассказала сегодня в видео. Не старайтесь сразу пересадить орхидею. И не старайтесь, да, пытаться нарастить те корни ей в том узком, тугом стаканчике, да, в котором она растет, где очень плотно набит мох. Лучше всего, да, немножечко выбрать стаканчик побольше, да, по диаметру. И орхидейка сразу же начнет активно наращивать корневую систему. Конечно же, можно ей помочь дополнительно, например, тем же подкислением грунта. Но кто, например, не любит, не хочет этого делать, то и не нужно. Я никого не призываю, никого не заставляю. Я просто делюсь лично своим опытом. И я не хочу, чтобы ваши орхидейки страдали и погибали. Пусть лучше у всех орхидейки будут здоровые, красивые, активно наращивают корни и листья. На этом я сегодня буду с вами прощаться. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok